Что делать, когда твой напарник попал в беду? Как спасти человеку жизнь при травме на производстве? Ответы на эти вопросы знают участники конкурса профессионального мастерства на звание лучшего в оказании первой медицинской помощи. Соревнования объединили сотрудников Кольской ГМК и компании Печенгострой из Манчегорска и Печенского округа. При выполнении производственных задач рабочий почувствовал себя плохо, оступился и упал с высоты собственного роста. При падении наборолся бедренная частью левой ноги на деревянный колышек. Такова легенда ЧП, которая случилась с манекеном Гошей. Задача конкурсанта определить последовательность действий по оказанию первой помощи и провести необходимые мероприятия до прибытия медиков либо сотрудников аварийно-спасательной службы. На первых этапах несчастного случая мы всегда должны произвести какие-то действия для того, чтобы успеть, пока приедет какая-то карета скорой помощи, чтобы человек был в хорошем состоянии и в целом не потерял много крови. Работник должен знать, как себя вести и что необходимо сделать для этого. Быстрая реакция и знание алгоритма действий в экстренной ситуации могут спасти человеку жизнь. Сотрудники компании проходят обучение по оказанию первой помощи на базе филиала корпоративного университета Норникеля. Они все это знают. Все это проходилось, все рассказывалось. И травмирование, и проведение сердечно-легочной реанимации мы с ними проходим. То есть они всю последовательность действий знают. Практическому этапу предшествовал этап теоретический. Работники отвечали на вопросы на образовательной платформе Академии Норникель. Тема актуальна среди персонала. Повезет, если при несчастном случае рядом будет человек, который сможет грамотно оказать первую помощь. Я непосредственно не участвовал. Наслышан, естественно. И структажи мы проходим постоянно. Темы обсуждаются в коллективе. Поэтому мы готовы. Ежегодно в Норникеле проходит месячник охраны труда. Главная задача – акцентировать внимание на ценность здоровья и жизнь человека. На протяжении 30 дней работники рисуют плакаты, снимают ролики, а представители Департамента охраны труда и промышленной безопасности проводят профилактические мероприятия для школьников. Конкурс по оказанию первой медицинской помощи – одно из ключевых событий месячника. Сотрудница химико-металлургического цеха Екатерина Сердюкова участвует в нем во второй раз. Я заняла третье место. Тут неожиданно для себя. И вот решила в этом году попробовать более подготовленный, наверное, менее волнующийся. Потому что уже знаю, в каком формате проходят мероприятия. Формат, кстати, очень интересный. Хотелось бы, чтобы как можно больше народу участвовало в таких мероприятиях. Потому что это полезные знания, навыки. По итогам двух этапов определили шесть финалистов. Им предстояло решить несколько ситуационных задач. Время ограничено, уровень сложности высокий. По результатам набранных баллов определили тройку призеров. Екатерина Сердюкова вновь завоевала третье место. Второе – Элина Огурцова – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха энергообеспечения Кольс КГМК. И первым стал газоспасатель аварийно-спасательной службы КГМК Александр Носков. Все знания, конечно, мне пригодились. Тестирование было. В принципе, я все знал. По практике практика у нас ежесменно проходит. Мы тоже проводим много учений, тренировок. Это наша работа. Первое место не ожидал, потому что есть коллеги Заполярного, например, там медицинский работник, бывший, но все равно работник. Ну, так, спасибо компании, сделали такой конкурс для нас. Всех участников и призеров наградили дипломами и памятными подарками. Но главное, конкурсанты в стрессовой конкурсной ситуации еще раз закрепили знания и умения, которые могут спасти чью-то жизнь. Юлия Барабанова, Влад Хрущев, ТВ21+, Мончегорск.